Анархист сообщил, что заложил здесь бомбу, которая взорвется уже через 60 секунд. Я почти крича спросил, для чего он все это делает. А ты разве сам не знаешь? Короче говоря, 100 дней путешествую во времени. Часть третья. Я стоял в полнейшем ступоре, не понимая, что это сейчас было, пока Саша в панике бегал вокруг бомбы. Через несколько секунд я пришел в себя и скорее побежал помогать ему обезвреживать ее. Надо понять, провод какого цвета следует перерезать. Оставалось 10 секунд. Саша сказал, что бомбу делал я, но из другого времени, значит я нынешний должен как-то догадаться. Но я не знаю, у меня нет даже мыслей. 5 секунд. А хотя стоп, в последние секунды я перерезал синий провод и таймер тут же погас. Фух, я сполз на пол и с облегчением выдохнул. Саша спросил, как я догадался. Я пояснил, что мой любимый цвет синий. Он слегка улыбнулся и тут мы услышали, что на этаж уже поднимается полиция. Поскорее надели кепки и нажали на кнопки. Снова очутились в 2024 году. Саша тут же стал одолевать меня различными вопросами. Что это нахрен сейчас было? Почему я из другого времени стал таким? Что нам теперь делать, чтобы его остановить? Не знаю, не знаю, еще раз не знаю. Саша стал размышлять логически. Очевидно, что тот Рома, которого мы видели, это я из будущего. Вероятно, да. Также очевидно, что если его не остановить, он может изменить весь ход истории и вовсе сломать систему перемещения во времени. Тоже вероятно, да. Саша посмотрел на меня как-то подозрительно. Да я тут ни при чем. У меня даже и мыслей таких нет в голове. Саша сказал, что мы сейчас же отправимся к директору нашей корпорации и обо всем ему расскажем. Я кивнул. Мы отправились по длинному коридору и вскоре зашли в кабинет директора. Это помещение значительно отличалось от рабочих мест контролеров времени. Директор корпорации развернулся к нам в кресле. Мы замерли от испуга, ведь выглядело он довольно сурово. Он заявил, что даже до него дошла информация про какого-то анархиста, который ломает ход истории. Также директор был в курсе, что мы вдвоем попытались его поймать, но безуспешно. Он строго спросил, удалось ли нам хотя бы выяснить его личность. Я сглотнул. Посмотрел на Сашу. Он замялся. И тут же выдал, что нам не удалось его разглядеть. Офигеть, он меня не сдал. Директор заявил, что все контролеры времени будут немедленно направлены на поиски анархиста. В том числе и мы с Сашей. Затем посмотрел на свою панель управления. Сообщил для всех по громкой связи, что сейчас наблюдается очень много нарушений в 1996 году. Мы с Сашей вышли из кабинета и он заявил, что не сдал меня лишь для того, чтобы найти этого анархиста без лишнего внимания. Зашли в кабинет эпохи 90-х и переоделись в соответствующие костюмы. Далее вслед за другими контролерами отправились в те времена. Мы оказались посреди улицы. Вроде рядом других контролеров нет. Саня спросил, почему именно этот год? Возможно, потому что это год моего рождения. Вскоре мы нашли классные кожаные куртки, которые сушились в одном из дворов. Приоделись и Саня спросил, есть ли у нас хоть какие-нибудь зацепки. Где может скрываться анархист? Даже не представляю. Несколько дней мы с Сашей ходили по разным местам в поисках анархиста. Но все безуспешно. И вот пошел мой 75-й день путешествия во времени. Но тут я кое-что вспомнил. В 90-е годы у нашей семьи была одна пустующая квартира, которая досталась нам от бабушки. И этот анархист может быть именно там. Мы с Сашей немедленно отправились на адрес. Это была обычная панальная пятиэтажка. Мы аккуратно поделись на этаж и взломали замок. Зайдя внутрь, обнаружили следы пребывания анархиста в этой квартире. О кухне он готовил еду. В спальне были какие-то его вещи. А на столе мы обнаружили кучу бумаг и документов. Под ним я нашел видеокассету. Тут же подошел к телеку и вставил ее в магнитофон. Но кроме шума на ней ничего не было. Я перемотал немного вперед. Безуспешно. Понятно. Саня вышел из спальни в поисках других зацепок. А я зачем-то продолжил перематывать эту кассету. И тут... Встретимся один на один в этой же квартире, но ночью. Тут же зашел Саша и спросил, что сейчас был за звук. Я немного помявшись сказал, что кассету заживало. Он покачал головой и снова вышел из комнаты. А я в тот же момент разломал кассету и спрятал ее в шкафу. Может все-таки стоило рассказать Саше? Но анархист сказал, чтобы я непременно был один. Тогда надо придумать, как избавиться от моего напарника. Поскорее взял листок бумаги и написал на нем ручкой выдуманный адрес. Тут же подошел к Саше и сказал, что нашел это возле телевизора. Он подробно изучил записку и заявил, что теперь нам необходимо разделиться. Я предложил ему, что останусь здесь на случай, если анархист вернется. А Саня будет караулить его по этому адресу с бумажки. Он тут же вышел из квартиры, а я стал дожидаться ночи. Пока полистал журналы того времени, поиграл в Сегу, послушал «Ласковый май». И вот на часах 12 ночи. Я услышал, как входная дверь скрипнула и кто-то вошел внутрь. Мне стало не по себе, но морально я уже был готов к этой встрече. В комнату вошел я в маске. Я спросил, что со мной произошло в будущем и как я докатился до такого. Тут анархист снял маску с очками и оказалось, что это был Саня. Что? Это какой-то розыгрыш? Но он сообщил, что это не тот Саня, который ушел на выдуманный адрес. А он, это Саня из будущего. Так, я совсем запутался. А как же Рома, которого мы видели во Франции 60-х? Он ответил, что анархист на самом деле не один, а их много. Саня и Рома из будущего это всего лишь два человека из нескольких десятков. И все анархисты до единого это бывшие контролеры времени, которые в один момент стали неугодны директору нашей корпорации. Пока ничего не понимаю. Выяснилось, что директор корпорации жестоко расправляется с каждым контролером времени, который действует хоть немного не в его интересах. Поэтому целевшие контролеры решили объединиться и создать свою корпорацию. Они хотят сделать другую систему перемещения во времени без кепок, в которой все будет честно и справедливо. Это вы говорите о честности и справедливости? Люди, которые крадут древние реликвии, уничтожают и взрывают исторические сооружения? И главное, ради чего? О, Саня опустил голову и слегка улыбнувшись, покачал головой. Сказал, что сейчас он мне все объяснит. В эту же секунду в дверь забарабанили со всей силы. Мы перепугались. Услышали из-за двери голос контролеров, которые сказали, что знают, что мы с анархистом здесь. Саня передал мне какую-то кепку и сама надел на голову такую же. Сказал просто довериться ему. После чего нажал на кнопку и исчез. Дверь стали выламывать. Я не представлял, какое оправдание может быть всем тем злодеянием, которое совершают анархисты. Но все же любопытство взяло верх. Я появился на какой-то улочке. Было похоже на Америку прошлого века. Меня тут же окликнули. С углом меня ждал Саша. Пока я переодевался в соответствующую одежду, он объяснил мне, что мы переместились в Чикаго 1937 года. Самый расцвет итальянской мафии в США. Почему именно это время и место? Саня пояснил, что именно в этой эпохе они с остальными анархистами основали свою базу. Ведь здесь, где мафия творит свои бесчинства, контролерам отслеживать подозрительную активность гораздо сложнее. Мы двинули по улочке и параллельно он поделился со мной идеями анархистов. Совершить как можно больше коллективных нарушений исторических событий в различных эпохах. Благодаря этому система перемещения во времени с помощью кепок даст глобальный сбой. И больше никто никогда не сможет ими пользоваться. А все нарушения, совершенные ими, автоматически аннулируются. То есть, таким образом они хотят разрушить жестокую корпорацию, создав свою собственную и никому в итоге не навредив? Саша сказал, что все именно так. Мы спустились в подвал и вошли в какой-то мрачный бар. Тут сидели несколько человек в одинаковой одежде. Видимо, это и есть база анархистов. Один из них снял маску, и это оказался я из будущего. Рома улыбнулся мне и сказал, что очень рад меня видеть. Я тоже очень рад меня видеть. Но пока не очень понимаю, для чего меня сюда привели и почему обо всем рассказали. Рома из будущего сообщил, что я важный элемент в завершающей фазе их плана. Пока группа анархистов будет совершать свое финальное дело в одном времени, я буду служить приманкой для контролеров в другом. Ведь мой предыдущий напарник Саша видел только одного Рома-анархиста. О просуществовании других никто даже не догадывается. Все контролеры погонятся за мной в эпоху каменного века. А анархисты отправятся в 2077 год, где окончательно сломают работу всех кепок времени. После чего все события аннулируются, и я спокойно появлюсь у себя в квартире и забуду все, что здесь происходило. Оставалось только решить, готов ли я присоединиться к ним в борьбе со всей корпорацией. Как же все сложно. Я просто хотел попутешествовать по разным временам, а в итоге оказался в центре борьбы двух сторон. Но я все-таки верю в правоту этих ребят, и поэтому пути назад нет. Рома из будущего сказал, что я сделал правильный выбор. Пока анархисты дорабатывали свои планы, я решил изучить эти необычные времена. Сходил в кабаре, потом сыграл в мафию с мафией, и перекинулся пару раз в покер с местными. Мне даже удалось обыграть пару головорезов из банды Аль Капоне. Пошел мой 88-й день во времени. Я вернулся на базу анархистов, и они заявили, что их план полностью готов. Рома добавил, что за пару недель в 2077 они все подготовят и приведут свой план в действие. Отлично! Как вдруг снаружи мы услышали звуки выстрелов. Неужели контролеры времени смогли нас выследить? Но Саша сказал, что это гангстеры Аль Капоне. Вот это подстава! Он добавил, что я не виноват, ведь они уже давно покушались на нашу базу. Стрелы усилились. Мы забежали в погреб и попрятались за бочками. Поступил приказ всем срочно отправляться на задание. Анархисты по очереди стали перемещаться в 2077 год. Рома сообщил, что моя кепка времени находится за ящиком на складе. Пожелал мне удачи и тут же телепортировался. Капец! Оставили меня одного против целой банды мафиозников. Ладно, мне нельзя медлить. Я хотел было отправиться на склад, как вдруг увидел за углом одного из гангстеров. Дождался, пока он пройдет мимо и проник на склад. Схватил кепку времени и надел ее. Как вдруг из отверстия показался гангстер и начал вести огонь. Жесть! Я едва успел спастись. А где это я? Неподалеку увидел поселение десерических людей. Нашел в нем какие-то шкуры и натянул их на себя. Это было типичное место обитания первобытных племен. Понятненько. Рядом ходили немытые аборигены. Я бесцельно пошагал вдоль огромных камней. Посидел возле пещеры. Поизучал мамонтов. Вообще классное вайбовое местечко. Я еще несколько дней изучал здешние окрестности. Но нельзя забывать о моем истинном предназначении. Наконец пошел мой 99 день в других временах. Но я так и не встретил ни одного контролера. Надо их как-то приманить. Ударил одного из местных камнем по башке. Вдруг заметил подозрительного первобытного человека. Он снимал со своей головы кепку и прятал ее в своей одежде. Теперь важно вести себя максимально подозрительно. Впервые за все время. Я стал всяческими способами привлекать внимание. Скинул огромный валун с уступа. Он не отреагировал. Поджег одну из пещер. Контролер даже не повернулся. И тут от этих пыльных шкур на мне я слегка чихнул. Контролер повернулся и по привычке пожелал здоровья. Я без одним из не сказал спасибо. И тут же резко дал дёру. Контролер погнался за мной мгновенно, узнав о мне нарушителя. Я немного оторвался и спрятался между какими-то камнями. Откуда ни возьмись, вокруг стали появляться другие контролеры в одежде доисторических людей. Похоже мой план сработал. Они собрались в кучку и первый контролер стал говорить им, что видел меня тут пару минут назад. Надеюсь, анархисты там не теряют времени зря. Контролеры разбрелись по разным сторонам и стали меня искать. Да хрен они меня найдут. Я в детстве лучше всех в прятки играл. Меня тут же нашли. Да капец. Один из контролеров тут же надел на меня кепку и нажал на кнопку. Я появился в кабинете директора. Он стоял напротив за столом и грозно смотрел на меня. Я сказал ему, что он опоздал и их корпорации совсем скоро придёт конец. Анархисты уже почти всё подготовили в 2077. Но тут директор сказал, что я совершаю величайшую ошибку. И он попросту не понимал, как анархистам так легко удалось меня обмануть. Ага, конечно, какой смысл меня обманывать? Директор сказал, что корпорация кепок времени никогда никому не желала зла. И сейчас он мне всё покажет и расскажет. Затем вручил мне одежду и кепку. Тут же он переоделся сам. Ладно, посмотрим, как он будет оправдываться. И мы вместе нажали на кнопки. Появились в 2077 году посреди огромного мегаполиса неподалёку от красивого небоскрёба с логотипом корпорации. Рядом с нами в нескольких метрах стоял Саша Анархист. Директор тут же выбил из его рук какую-то кнопку. Похоже, это детонатор. Я взял его в руки. Саша крикнул, чтобы я скорее нажал на кнопку и уничтожил эту гадкую корпорацию. Но директор попросил подождать и объяснил, что Анархисты мне нагло врут. Ведь они хотят уничтожить корпорацию, чтобы она не мешала им творить их ужасное бесчинство. Воровать реликвии из разных времён, устраивать беспредел и попросту менять историю. Саша стал говорить, что директор просто пытается выгородить себя. Так что-то я начинаю сомневаться. Поверить Анархистам или же всё-таки корпорации? Теперь финал этой истории зависит только от вас. Вы видите перед собой две концовки. Нажимайте на любую и смотрите, что будет дальше. Редактор субтитров А.Семкин